В Кыргызстане возобновили производство шёлка. Уже в этом году в Кадамжайском районе страны собрали порядка двух тонн сырья. Отмесят, что республика заключила соглашение с Узбекистаном о закупке сырого материала. В будущем здесь намерены возродить производство сырья и построить перерабатывающее предприятие. Даньяр Юсупов за один месяц произвёл порядка 100 килограммов шёлкового кокона. Выращивали месяц, потом получили 100 килограммов коконов издаём. Из 20 граммов червя получили этот объём сырья. Потом реализуем в Узбекистан. Шёлковичные черви были привезены из Узбекистана в рамках двустороннего меморандума о сотрудничестве по производству шёлка. Согласно документу, произведённое сырьё закупает узбекская сторона. Природно-климатические условия Кыргызстана позволяют выращивать высококачественный натуральный шёлк. В апреле появились черви. Желающим раздали 35 особей. Уже есть результаты. Теперь собираем урожай. Надеемся произвести в этом году до 2000 килограммов шёлковых коконов. Качество сырья самое высокое. Ваш воздух чистый и позволяет производить качественное сырьё. Мы это увидели своими глазами. Одна гусеница за относительно недолгую жизнь может произвести несколько тысяч метров цены шёлковой нити. При этом процент брака довольно низок, говорят специалисты. Сегодня в Кадамжайском районе Кыргызстана планируют активно развивать это забытое производство.